Продолжение следует... 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 В то же время сравнительно большая плотность населения и дробность землевладения в Центральной России и крайняя разреженность на окраинах, но их в то же время неизведанность, предопределили очень высокую актуальность неживания. И более того, для северных территорий и особенно для восточных еще не завершился процесс описания географических границ. Если немножко конкретизировать, то в деле решения земельных споров в то время, в середине 18 века, показала свою сравнительно малую эффективность деятельность вотчины конторы, потому что существовали определенные проблемы с поиском, недостаточная визуализация информации, как я уже сказал, причем как на локальном уровне, то есть на уровне конкретных земельных владений, так в общем-то и на уровне государственных. Мы с вами знаем, когда получился в живье первый российский атлас, что в общем-то он был сравнительно неточен и так далее и так далее. Как следствие, очень важная вещь, это невозможность организации налогообложения, основанной на принципе землевладения. Еще одним важным нюансом этого процесса является то, что начатое при Елизавете Петровне так называемое Елизаветинское генеральное межевание с треском провалилось. И за примерно 11-12 лет было обмежовано порядка 400 земельных участков, что по сравнению, например, с 600 тысячами планов, которые имеются по европейской, по некоторым треферийным территориям, сделанным за примерно 100 лет. После этого оно является вообще каплей в море. Что является результатом? Это высочайший государственный приоритет межевания в екатеринское время. Как воспринимало землемерное дело? Было ли оно эталоном карьера? Стремились ли туда люди? В силу определенных обстоятельств я погрузился, кстати, благодаря поддержке Игоря Игоревича в дела геральмейстерской конторы и посмотрел несколько дел, связанных как раз с 50-ми и 60-ми годами и выяснил, что лишь исчезающая малая часть недорослей ориентировала свою карьеру на работу в межевой канцелярии. К сожалению, отпрыски наиболее известных фамилий совершенно туда не стремились. Это было для них совершенно маргинальное дело. Они в это не верили. Формулярные списки землемеров также, в общем-то, отразили эту же самую тенденцию и также и дела Сената. Результат какой получается, что для молодого человека дворянского происхождения землемерная служба не считалась престижной. В подтверждение тому, опять же, по формулярным спискам из 1400 записей середины 70-х годов XVIII века, которые сосредоточили в себе информацию о всех приглашенных в межевое дело как землемерах, так и канцеляристах, более двух третей младшего землемерного состава происходили из солдатских детей. Для наиболее важных участников этого процесса, то есть для землемеров и их помощников, более всего в начальный период межевания была характерна военная идентификация. Военный контингент формировался в основном из офицерства, особенно из артиллеристов и инженеров, иногда имевших за плечами опыт семилетней войны. К последней трети он существенно трансформировался, став смешанным военно-гражданским, а к самому концу столетия он стал практически исключительно гражданским, чтобы затем в 30-е годы XIX века вновь превратиться в военный. Но при этом мы можем отметить, что для наименее знатных представителей этого межевого процесса мы можем видеть очень большое смягчение вот этих сословных границ. Когда мы видим, что человек, вышедший, например, как Степан Хрулев из «Солдатских детей», постепенно набирая опыт и возрастая в своих знаниях, преодолел путь до ранга титулярного советника из «Солдатских детей». Ну, понимаете, эта карьера, в общем-то, очень-очень серьезная. И прецедент этот был вовсе не единичным. В общем-то, вознесение на руководящие должности межевых контор из унтер-офицеров – это, в общем-то, обычная практика. О специфике самоощущения землемеров и их статуса при межевании говорит и борьба с девятным поведением. То есть, с преступлениями, которые осуществлялись, которые проводились, которые совершались при генеральном нежевании. Понятно, что изрядная их часть была связана с пьянством. Понятно, что некоторая их часть была связана с невозвращением денег по векселям. Но были и более тяжкие паронарушения. Мы тут можем видеть, что землемеры в основном должны были, так как они первоначально все-таки были военными, ориентироваться на фергеры Криксрехт, на судный приказ. Но с течением времени все более и более судебные функции над землемерами, над участниками межевого процесса перехватывала межевая экспедиция Сената. То есть, самые важные дела попадали из межевых контор постепенно в межевую экспедицию и там уже доводились до фазы приговора. При этом мы должны иметь в виду, что землемер, как человек, чрезвычайно ценный для того времени, как человек, обладавший совершенно уникальными знаниями, к нему относились очень-очень мягко. Если мы говорим о незначительных правонарушениях, то их предпочитали, в общем-то, забывать, ограничиваясь разного рода выговорами. Но даже и для более значительных мы имеем дело с смягчением приговора, если мы сравниваем с другими представителями общества. Отступившиеся землемеры за пьянство осуществляли свою должность Токмо Бешпаге, за буйство на меже, за то, что землемер гонялся с ножом за своим помощником, когда тот попробовал напомнить ему об отправлении собственной должности. Землемер Матвеев был, например, арестован на две недели и должен был внести определенные штрафы, но, тем не менее, затем он отстранен от дел, не был. Другие землемеры, также, в общем-то, виновные в определенного рода правонарушениях, продолжали обязательно выполнять свою должность, и отлучение от землемерного дела было крайним-крайним-крайним наказанием. При этом в противоположность за неправильное межевание или за то, что землемер каким-то образом мог опорочить все это дело, то есть снизить общественное уважение к генеральному межеванию, наказания уже были серьезнее. То есть, если мы говорим о штрафах, то эти штрафы увеличивались. Если мы говорим об арестах, то они на значительно большее время осуществлялись. Мы говорим уже о том, что если мы имеем дело с пьянством, то тут, конечно, все решалось сравнительно просто. Если же это угрожало самому делу, то пощады тут было мало. Конечно, тут были случаи и прощения, потому что сравнительно мягко пресекались использование своего служебного положения в личных и семейных целях. Так вот, например, выяснилось, что первый член Тульской межевой конторы барон Дельвилг межевал в чужой дистанции, то есть на территории, которой была ему неподотчетна, дачу свойственника своего, без поверенного, что вообще является нонсенсом. За это этому означенному барону Дельвилгу сказали реприман, то есть его фактически спростили, и он дальше продолжал расти по служебной лестнице, как будто этого случая не было. Итак, что мы можем сказать о социальном положении и формировании корпуса землимеров в XVIII веке? Для нового, чрезвычайно важного государственного дела генерального межевания образовалась группа людей, первоначально происходивших из нивших военных и людей невысокого происхождения. Постепенно обосабливаясь, их служба приобрела определенные черты, характеризовавшиеся возможностью достаточно быстрого карьерного роста. Минимальный для второй половины XVIII века текучкой кадров приобрела своего рода престиж, получила собственную систему образования и идентификацию. Напомню, что именно в 1975 году, то есть спустя примерно 20 лет после начала генерального межевания, у землимеров появилась своя собственная школа. Процесс характеризовался двумя взаимопротивоположными направлениями, нисходящим для знатного офицерства, которые в общем-то в землимерном деле никакой прибыли для себя не видели, и, как правило, там не задерживавшиеся. В противоположность этому наибольшее доверие продвижения по служебной лестнице ожидало низшее сословие, то есть дети солдат, дети священнослужителей, они получали со временем те же самые критерии успешности, что и дворянство, и в общем-то могли к завершению своей карьеры приобрести значительный вес и получить очень серьезные должности, в том числе до потомственного дворянства. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Снимите, пожалуйста, презентацию. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Сейчас я их увижу. Пока не вижу. Нет, не ушла. Ага. Так, вопросы есть? Да, пожалуйста. О, сразу пошли вопросы. Людмила Александровна Пименова, подключите, пожалуйста. Спасибо большое, очень интересно. У меня небольшой вопрос к вам. Вот не могли бы вы прокомментировать, у вас такая занятная картинка была, где изображался процесс работы землемеров, и была подпись, что-то вроде «Эти милые господа поддавали пар в бане шампанским». Вот что это все значит? Дело в том, что в свое время в историографии сформировался своего рода миф о землемерах, как о людях сравнительно неблагонадежных, тех людях, которые, в общем-то, на меже ничего не делают, что они рисуют планы, не выходя в поле, что, говоря современным языком, те данные, которые мы имеем о земельных владениях XVIII века, это все фейк. Вот это представление о межевании, которое было сформировано в конце XIX века, основываясь на данных практиках межевого процесса уже того времени, которые имели в руках своих уже это одолиты, и совершенно иные технические средства. Естественно, они очень критически воспринимали, что было до них. Для них меры точности, связанные с половиной градуса, это было вообще ничто. Для них это было отвратительно. Для них измерение с точностью досажений – это было ужасно. Для них нестыковка начального и конечного пункта межевания в примерно 5 или 7 или даже, может быть, 10 процентов – это было из ряда вон выходящее. Поэтому они все, что было связано с генеральным межеванием, относили только в черную зону. Для них и сама работа, и их деятельность, собственно, не существовало. Причем люди эти имели очень серьезный вес в межевом деле, и мнение это начало опровергаться только сравнительно недавно. В общем-то, мы с вами знаем хорошо работу Леонида Васильевича Милова, мы все знаем работу Рубинштейна, которые основываются на итоговых материалах. Я не говорю, конечно, про Кобузан и Водарского, их имена всем известны, которые, ориентируясь на как раз материалы генерального межевания, сумели эту тенденцию поколебать. В общем-то, я говорю об этом, ориентируясь на конкретные воспоминания о землемерах и о собственных реконструкциях того межевого процесса, когда мне удалось проследить, какова же, собственно, была ненадежность или, наоборот, надежность этого межевания, как переносились сведения с планов одних масштабов на другие, то есть насколько мы, собственно, можем этому всему доверять. Поэтому вот эта вот надпись про шампанское, которая перекочевала из каких-то воспоминаний в позднейшую историографию, она, в общем-то, своего рода провоцирует нас на размышления, насколько это все ценно и нужно кому-нибудь или отнюдь не нужно. Спасибо большое. Еще вот можно уточнить, до основания землемерной школы на протяжении вот этих 20 лет требовалась какая-то профессиональная подготовка или вообще определенный уровень образования от будущих землемеров. Безусловно, безусловно. И как раз почему в число будущих землемеров попадали в основном сотрудники инженерных корпусов и артиллерий? Именно потому, что они обладали надлежащими сведениями в области математики. То есть они были способны посчитать площади тех земельных владений, с которыми им предстояло иметь дело. Но самое важное, что тут нужно сказать, что, наверное, процентов 80 тех знаний, которыми им предполагалось иметь, они получали уже буквально в поле. То есть были некоторые шаблонные описания, шаблонные действия, которыми должны были обладать землемеры уже после того, как они проштудируют эти описания. Естественно, предварительно сдав экзамены по математике, они приступали к межевому процессу и обучались этому в поле. То есть мы имеем дело с таким видом обучения, как мастер-подчиненный, мастер-подмастерия, вот что-то типа того. Спасибо, Алексей Алексеевич. Есть еще вопросы? И поэтому я вас прошу отвечать более сжато, ладно? Постараюсь. Вот, пожалуйста, Ерофей Моряков. Ерофей, подключите. Спасибо вам большое. Надеюсь, что меня слышно. Да, слышно. Спасибо вам за интересный доклад. На одной из иллюстраций, кажется, был изображен крестьянин с межой. И в связи с этим, вот, хотел бы узнать, какое было участие крестьян, местных жителей в процессе межевания. Известно, что помещики могли отдавать своих крестьян, допустим, в академию художеств, чтобы научиться. И отдавали ли крестьян, или они сами как-то обучались ли мастерству межевания, или это было все-таки для них слишком таким высоким уровнем? Дело в том, что крестьяне пополняли при межевании, как правило, техническую, хозяйственную функцию. То есть они копали ямы, вкапывали столбы, некоторые из которых рудиментарно сохранились и до настоящего времени. Они таскали межевые цепи, они помогали транспортировать инвентарь. Для более грамотных людей среди крестьянского сообщества была характерна иная роль. Они показывали, собственно, состояние границ. Вот эта вот группа поверенных от смежных владельцев занималась тем, что показывало землемеру, что именно является границей между соседними земельными участками. Вот такого рода участие крестьян видится более, пожалуй, никакого. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Костина, вопрос. У меня вопрос. Во-первых, спасибо большое за интересный доклад. А все-таки занимаетесь ли вы составлением базы данных землемеров и насколько тщательно вы исследуете социальный состав? Потому что из солдатских детей это, мне кажется, мне достаточно точной формулировкой в связи с тем, что солдатство не является сословием. Это состояние, причем меняющееся на протяжении жизни. И его статус меняется на протяжении XVIII века. Если вы берете землемеров, допустим, Елизаветинского времени, вы отматываете поколение назад и получаете ребенка, поступившего, например, в учебное заведение с родителем из солдат, который впоследствии неизвестно, до кого выслужился и неизвестно, еще был ли он из низшего дворянства. Потому что для Петровской эпохи, для Анинского времени это, в общем-то, такой случай нередкий. Вот как вы со всем этим работаете? Вопрос очень хороший. В данном случае я, конечно, должен ориентироваться на источник, который у меня есть. Это формулярные списки, в которых приводится, прошу прощения, подобного рода формулировка. Если мы говорим о землемерах начального периода, почему, собственно, мне кажется, что солдатские дети это не такой уж большой криминал? Потому что землемеры начального периода имели совершенно иное социальное происхождение. То есть вот этому выражению и солдатских детей, и характеристики его, которые вы мне приписываете, я скорее склонен все-таки верить, что это действительно солдатские дети, причем совершенно не из Преображенского или Семеновского полков. Понятно. Спасибо большое. И просто на будущее заброшу такой вопрос. Мы вот исследуем с Владиславом Жуцким, пансимоны Петербурга в 1780 году столкнулись с таким интересным явлением, что на Петроградской стороне мы нашли всего два пансиона, причем самого высокого уровня. В связи с чем у нас возникло подозрение, что значительная часть горожан обучала своих детей в солдатских школах. Но это пока только подозрение, ни на чем, по сути, не основанное, но на наших своих собственных студиях. Поэтому если у вас со временем начнут формироваться вообще какие-то сюжеты, касающиеся солдатских школ, которых у нас вообще почти нет в астрографии, это было бы очень ценно и здорово. И где они получались в математическом образовании, и вот в связи с социальными классами посмотреть на это было бы здорово. Спасибо. Спасибо. Так, ну кажется, у нас истерпались вопросы, да? Спасибо.